Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ. Программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем с вами... Похоже, что я футбольный матч комментирую. Но, тем не менее, очень похожая и ситуация на финансовом, отечественном финансовом рынке, очень похожа сегодня на футбольный... Во-первых, все зеленое, да, как поле футбольное, а во-вторых, сегодня активное движение, наконец-то, забегали игроки, забегали. Да, пасы, пасы и голы. Значит, сегодня ситуацию на российском финансовом рынке мы обсуждаем с моими уважаемыми гостями. Сегодня в студии Иван Кабулаев, управляющий директор «Инвест-кафе». Добрый вечер, Иван. Добрый вечер. И Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ОАО инвестиционной компании «Русинвест». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Ну что ж, как настроение, во-первых? Отлично. Ваня, я тебя прошу, только ты периодически отвлекайся, вон для слушателей сообщают, да, Иван обложился ноутбуками и торгует, ну это нормально, на самом деле, потому что, да, подобный рост, давно мы его ждали, и тратить время, терять, точнее, возможности, оказавшись в студии прямого эфира, не очень. Я с тобой согласен, на самом деле, сам переживаю, но ты периодически отвлекайся. Итак, уважаемые слушатели, я хочу сообщить вам радостную новость, хотя вы о ней прекрасно знаете. Вы можете позвонить в студию прямого эфира и задать вопросы сегодняшним моим гостям. Кстати, учитывая, что оба они люди торгующие, я не исключаю, что они дадут вам конкретные торговые рекомендации. Телефон в студию 651099,6, еще раз повторю, 651099,6, либо свой вопрос можете опубликовать на сайте finam.fm, а также поделиться своим видением текущей ситуации на финансовых рынках. Итак, мы говорим сегодня об этом. Ну и давайте я прокомментирую ее вкратце, посмотря на общую картину маслом. Итак, на 18.05 ситуация следующая. Ну, уже порадовала вас Настя в новостях, да, РТС прибавляет почти 4%, 14.09, да, 14.09 текущая котировка. Кошмар, что делается. Ну, в хорошем смысле слова. Дальше, ММВБ, 2, больше 2,5%, 2,6 я сейчас смотрю. Значит, открылись, американцы присоединились, я так понимаю, к этому оптимизму. Забавно прозвучит фраза, да, если позволите. Американцы присоединились к оптимизму, который увидели на российских финансовых рынках. Это замечательно. Ну так вот, Dow Jones в моменте прибавляет чуть больше 0,2%, S&P 500 чуть больше 3%. Барабанная дробь, бренд выше 100 долларов за баррель, 10.84, текущая котировка, мама родная. Золото, да, 3.617, ну, 20 было, вот чуть раньше я смотрел. Дальше что мы посмотрим, евро-доллар, да, ну, снизу стучится в 26-ю, 1.2584. Снизу стучится в 26-ю фигуру, ну, и открываю сейчас основной набор голубых фишек, просто, ну, глаз радуется. Все зеленое. Да, как в огород выходишь, вот так, да, и все зеленое, все такое красное. Друзья мои, я прошу вас прежде всего объяснить мне, да, чем вызван этот оптимизм. Тем более, что, если позволите, да, последние, я уже забыл, сколько недель, мы все время ждем каких-то событий, а потом сильно разочаровываемся. Иван, что произошло? Рынки волатильные, они как быстро падают, так и быстро растут. Сейчас время оптимизма. Сейчас очередь роста, да? Очередь роста, да. Сейчас порастем, наверное, будем потом корректироваться, может быть, даже будет жесткая коррекция. Ага. В целом, ну, просто периодические участники забывают о тех проблемах, которые есть. Периодически вспоминают, все это подогревается. Ну, это нормально, на самом деле. Невозможно же жить, да, все время ожидая каких-то проблем. Ну, человек так устроен, психология так устроена. Конечно. Он привыкает к любой, пардон, да, ситуации. Конечно. Вот, и сейчас время оптимизма, все растет. О долговых проблемах на время забыли. Все надеются, что те меры, которые предпринимает Европейский Союз. Кстати, я сегодня смотрел размещение испанские, там падает доходность у них, да, уже там? Оптимизм. Оптимизм, да. Да. Облигации растут, доходности падают, денег много, денег все еще очень много, и по этим высловлен рост. Ну, опять-таки, в любой момент может опять вспыхнуть, опять вспыхнуть негатив, опять все начнет падать. Периодически вспоминают про эти все истории. С Дубаем в свое время была проблема, и все это стало причиной для мощного падения. Сейчас Греция, Испания, Португалия и так далее. Вот. Ну, сейчас вот время оптимизма. Ну, то есть надо этим пользоваться. Что, собственно, Иван и делает с успехом. Еще раз повторю, да, уважаемые слушатели, вот он торгует в прямом эфире. Нет, абсолютно не торгует. Ну, нормально, нормально, это нормально, звучит это здорово, знаешь. Дима, ну, а из ближайших событий, вот, ладно, значит, убедил меня Иван, что сейчас время роста, но события-то есть, ожидаемые, да, и что-то может произойти, закончится рост-то на чем? Ну, я соглашусь с коллегой, что, как бы, здесь совпало несколько факторов. С одной стороны, это позитив саммита ЕС, во многом неожиданный, пометуя предыдущие истории саммитов. А в чем его оптимизм, Дим, если можно поподробнее? Я считаю, что, может быть, оптимизм несколько избыточный, но, тем не менее, мы видим, что были приняты конкретные решения, которые позволяют, во-первых, повысить ликвидность в финансовом секторе Европы и, в общем-то, увеличивают, фактически увеличивают мощь механизмов финансовой стабильности в Европе. Это несколько снижает риски, скажем так, критических сценариев по декапитализации банков испанских и снижает остроту этой проблемы. Поэтому, в принципе, позиция жесткой Германии стала менее жесткой и это было воспринято как очень хороший знак большинством инвесторов, что, скорее всего, то очевидное решение, а именно по накачке ликвидности финансового сектора, оно уже близко и что эти проблемы будут останутся, ну, если не в прошлом, то, по крайней мере, будет, наверное, более четкий механизм их решения. Ну, то есть, другими словами, найден способ, да, выхода из кризиса или нет? Да, фактически многие ограничения сняты, решение по приданию статусу механизмов ЕФСФ и ЕСМ фактически банковского института формирует повышение его, возможность для повышения его капитализации раза в четыре. И это крайне позитивно с точки зрения стабилизации и поддержки проблемных точек в финансовой структуре Европы, как на уровне банков отдельных, так и на уровне каких-то проблемных облигационных займов суверенных. Это, собственно, основной оптимизм, на чем он основан. Но в то же время я как бы соглашусь с коллегой, что и технические факторы здесь также оказали свою роль. В принципе, если смотреть по российскому рынку, мы очень долго тестировали уровни поддержки, и мы видим, что продаж не было. И в то же время достаточно хорошая ликвидность обеспечила при позитивных новостях хороший, в общем-то, отскок вверх. И, в общем-то, мы его сегодня наблюдаем. Мы видим, в общем-то, рост по всему спектру, даже по тем бумагам, где сохраняется именно внутренняя неопределенность, корпоративная неопределенность, электроэнергетика. Мы видим, тем не менее, отскок и вход в эти бумаги. Ну, то есть, другими словами, да, вот этот оптимизм, еще раз повторю, который, ну, я все-таки связываю, да, с прошедшим саммитом и то, о чем Дима говорил, с поиском или, может быть, даже с найденным решением, да, вот он сейчас отражается на финансовых площадках. В общем-то, в частности, мы видим вот этот безудержный рост. Ну, а с чем, когда он может закончиться, я к этому веду. Ну, нужно для начала понять, насколько серьезен этот рост, да, является ли это отскок, техническая коррекция или это действительно есть фундаментальное основание. Я сторонник все-таки мнения, что в этом росте нет фундаментального основания, потому что те проблемы, о которых мы там периодически забываем, они остаются в силе. Гигантский долг Италии, огромный долг Испании, и причем с Испанией там сложнее ситуация, потому что там не совсем на поверхности этот долг лежит, он распределен по регионам самой страны, но при этом является де-факто государственным долгом. Высокая долговая нагрузка стран Европы, большой долг и вопросы в дальнейшем росте в Соединенных Штатах, крупнейшей экономике в мире. Основа, у многих инвесторов есть вопросы к росту в Китае, не является ли эта экономика перегретой и так далее. Ну, то есть все вот эти проблемы, они пока вот я не вижу фундаментального лекарства для этой болезни. Пока мы просто, мне кажется, пьем какое-то обезболивающее, а пациент... То есть нам налили в очередной раз, да, в субботу, в пятницу, в субботу налили обезболивающее, и вы так расслабились, и вот сейчас этот раз видим. Да, да, да. Ну, хорошо, а из ближайших все-таки макроэкономических событий мы говорили, да, с Димой до эфира, значит, в четверг у нас заседание ЕЦБ по ставке, да, ну, там Банк Британии рядом будет, а в пятницу рынок труда Соединенных Штатов Америки, да, ключевой параметр, по крайней мере, последнее время. Вот эти события могут повлиять, могут остановить этот безудержный рост, то есть таблетка закончит свое действие в четверг или в пятницу? Я думаю, что, конечно, вероятность такая есть, но в целом я думаю, что сейчас рынки, может быть, немножко устали от негатива. Есть такая психологическая усталость, и я думаю, что в целом после достаточно хорошей коррекции, которая была в мае, мы все-таки, я думаю, еще увидим рост, да, несмотря на... То есть выше вот даже текущих уровней, да? Я думаю, что да. Но это же не рекордные уровни, конечно. С ними не так все плохо, с текущими. Дурное дело не хитрое, да, мы можем быть выше, естественно, главное на чем. А еще такая тема, ну, может, она менее актуальна сейчас, лето, на дворе лето, июль, август, это же время отпусков, да, народ с большими карманами, с большими, что, деньгами в карманах. Он едет отдыхать, он забывает на какое-то время о том, что происходит. Но остаются люди, которые этим всем делом контролируют. Вместо них, да? У которых карманы поменьше немножко. Которым поручили, поручили. Ну, то есть сезонный фактор нынче не особенно, да, работает, как это было раньше, по крайней мере, до кризиса. Ну, если возвращаться к сезонному фактору, если, допустим, смотреть, как вел себя российский рынок в июле, последние 10 лет, то 7 лет он рос. Каждый июль в течение 7 лет он рос? Да, в течение 7 лет. И только по итогам июля в 3 из 10 лет он оказался в минусе, падал. Таким образом, статистики в большей степени заросли. Ну, да, заросли, чем западение. А эти 3 года, они не помнишь, какие? Ну, это ближе к середине, насколько. Спасибо, давайте мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас небольшая пауза, послушаем новости. Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. Самое время перейти к российскому. У меня сегодня в гостях знающие люди, знающие, как минимум, российский рынок точно. Это Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе, и Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела ОАО. Инвестиционной компании «Рус Инвест». Добрый вечер, коллеги, еще раз. Добрый вечер. Добрый вечер. Такая необходимость и такая возможность, Вань. Можно сказать, ближайший диапазон ценовой по тем же индексам? Это будет совсем гадание. Гадания не будет. Конечно. Я, например, хотел бы особо отметить, что в пятницу мы наблюдали почти 9% рост по Brent. И там 6, по-моему, 82% выросло WTI. Вот. Сейчас открыл котировки и в легком шоке нахожусь. Ну, обалдел. Почти 5%. Да, да, да. Ну, то есть это... Это неприлично, мне кажется. Но это, да, это такие резкие движения, это как раз вот та волатильность, которая, на самом деле, это зло большое для рынка. Для рынка, конечно. Это нервы. Это неопределенность. Естественно. И в рамках такой волатильности практически ничего нельзя прогнозировать, тем более на короткий период. Можно только говорить о том, что там про ту или иную компанию или рынок хорошая ситуация. А вот такая точка зрения, ну, по крайней мере, распространенная, да, в среде торгующего людо. Вот мы говорили о негативе, который все-таки преобладает на бумах рыночных игроков. Ну, и фундаментально это оправданно. И вдруг вот этот рост. Не возможность ли это хорошенько зашортить? Ну, до тех пор, пока учетные ставки такие низкие, какие они есть, до тех пор, пока вот эти валютные войны, они продолжаются, рынки будут подвержены все-таки больше фундаментальным влияниям, чем техническим. Поэтому, ну, ну, это как-то играть в эту рулетку с короткими продажами вот на таком неопределенном рынке, ну, можно попробовать, но это рискованно. Лучше не надо, да? В таком случае тогда лучше воздержаться, я понимаю. Каждый сам выбирает свою стратегию. Ну, это понятно. Свою судьбу, я бы сказал. Дим, вот в отношении ставок, да, мы говорили, в четверг у нас заседание ЕЦБ, и слухи, слухами полна. Да, да, слухами полна, кто полна? Земля. Земля, да, полнится. Спасибо, полнится, слухами земля полнится. Так вот слухи есть, что ЕЦБ может понизить процентную ставку на 0,25 в базе ТПУ. Это, как ты считаешь, это возможно? Я думаю, что это вполне возможно, но я бы отметил некоторую, скажем так, несистемность действий, которую сложно предугадать. В общем-то... В отношении действий ЕЦБ, ты имеешь в виду руководство? В отношении действий финансовых властей, европейских. Вот, мы видим, что зачастую решения принимаются, возможно, с некоторым трудом, но принимаются достаточно быстро, если ситуация подходит к опасной, критической. Подожди, вот с некоторым трудом, это вот что ты имеешь в виду с некоторым трудом? Ну, если мы возьмем те же самменты ЕС, да, мы видели, что зачастую они оканчивались ничем. И инвесторы уже привыкли к тому, что... Я понял, вот эта трудность принятия решений, она с чем связана у европейских властей? Они не умеют просто, они не профессионалы, или у них там какие-то, я не знаю, подковерные интриги плетутся. Почему не принять решения? Тем более, они очевидны. Вот это даже, да, история, связанная сейчас с тем, что фонд финансовой вот этой помощи, да, дополнительной полномочивой. Ну, это давно читалось. Нужен какой-то надзорный, да, единый надзорный надзор над всей Европой, в конце концов, чтобы долгами этим каким-то образом управлять. Вот. И сколько это уже? Ну, год, полтора, два, я, наверное, слышу, это чуть ли вот не раз в месяц обязательно. И вдруг проходит два года, да, и, наконец-то, принимается такое решение. Чем это вызвано? Ребята там какие-то не такие? Нет, я думаю, что, безусловно, мы не должны сомневаться в профессионализме людей, которых... Да? Уже хорошо. Потому что я засомневался однажды. Но, скорее всего, речь идет о балансе, так сказать, интересов. Люди балансируют интересы. То есть есть какие-то там интрижки у них все-таки внутри, да? Ну, назвать, наверное, это интрижками нельзя, но просто вопрос переговоров, он может быть длительным, а может быть коротким. В данном случае вопрос достаточно сложный, собственно говоря, и поэтому, наверное, он так затянулся. Ну, понятно. Основная там драчка, ну, в кавычках так, да? Основной конфликт между кем и кем внутри Евросоюза? Ну, скорее между Германией и Францией и всеми остальными. На самом деле, я тут больше уделяю внимание фактору политики, потому что то, что сейчас происходит, это исключительно перетягивание политического каната. Это не вне плоскости экономики, потому что, опять-таки, фундаментально это понижение ставки, оно не решит проблему. Решит, конечно. Оно просто отсрочит вот этот дамоклофемеч, падение его. Важным очень является то, что каждая страна решает, в первую очередь, политические проблемы, да? И главы этих государств, они, в первую очередь, занимают выборные должности, и им нужно... Перед своими избирателями, да? Конечно, конечно, да. И они ходят по тонкому краю между тем, чтобы сейчас это все дело обвалить одним неловким движением, да, и с другой стороны, они могут потерять в репутации, если примут верное экономическое решение, но не верное политическое. Вот, в частности, госпожа Меркель, она просто ее, бедолагу, жалко. И немцы-то проиграли в полуфинале вообще-то, да? Вообще непонятно. Нет, это забавно, это же было как раз, вот, саммит начался, представляешь? Ее там грузят, давайте, спасайте, да? И раз еще и команда проиграла. Ужас, конечно, жаль ее. Но, тем не менее, она на компромисс пошла, мне так понимаю, да? Ну, есть такое мнение, да. Есть такое мнение. Потому что звучала чуть раньше-то вообще, да, страшная фраза, только через мой труп, помните, да? Да, да, да. Евробанды только через мой труп, все. Неужели уж решили действительно в таком виде Меркель? А выбора нет. У них, они выбирают между плохим вариантом и катастрофически плохим. Это нормально. И поэтому, конечно же, приходится спасать эти периферийные экономики. Ну, то есть, во многом, наверное, да, вот это время, о котором мы говорили, да, оно вот связано с этими проблемами, да? С политическими, конечно. Да, ну, в значительной степени, да. Ну, и важно еще, в любом случае, есть еще то, что Дмитрий называет подковерными какими-то интригами. Да, да, это я так называю. Да, да, да. Важно очень понимать, что они выторговывают себе и экономические позиции в том числе. То есть, чем позднее принимается то или иное позитивное решение, тем больше козырей остается в руках. То есть, тем больше позиция отыграна. Но это исключительно переговорная штука. Ну, это нормально. Так, я вот, что хотел бы сейчас произнести. Уважаемые слушатели, обращаюсь к вам. Во-первых, я хочу напомнить, что вы можете позвонить в студию прямого эфира, задать вопрос моим гостям по телефону 65 10 99 6, либо свой вопрос написать на сайте finam.fm. И мне очень хотелось бы услышать мнение наших слушателей, в конце концов, да. В чем причина роста нынешнего роста, сегодняшнего, вчерашнего, ну, пятничный мы обсуждали. В принципе, там еще, кстати, в пятницу, да, сигнал, технический фактор, там месяц-квартал закрывался. В принципе, отскок был такой, да, мощный и по этой причине. А сейчас вот мы видим, наблюдаем этот рост. С чем он связан? Я еще раз обращаюсь к нашим слушателям, ваше мнение нам будет интересно, я зачту его в прямом эфире и, естественно, проконсультируюсь с моими гостями. Ну, а вас, уважаемые коллеги, я прошу сейчас, давайте, сосредоточимся на отечественных площадках. Значит, шортить не будем, да, Ивань? Шортить не будем, ну его. Я лишь нет. Ну и правильно. Дим, ты тоже не этот самый. О коротких, о продажах, да, без покрытия. Нет. Ладно, хорошо, давайте, да, в этой ситуации, давайте, вот, кстати, уже пошел, я так понимаю, нервы начинают сдавать, смотрите, да, мы начинали программу, все зеленое было просто, все так ошеребило у меня в глазах от этой зелени, а сейчас уже красенькие пятенки пошли. А что падает-то? Вот, пятнушки, вот, ГМК уже, да, в отрицательную зону потихонечку теряет уже ВТБ, у него было там сколько-то, почти 4%, говорил, да, вот, сейчас уже чуть больше трех, вот, Газпром 2,5 тоже немножко спускается. Ну, учитывая вот эту ситуацию, что здесь сделать? Какие-то есть решения торговые, что-то подобрать где-то как-то, да, Вань? Я считаю сейчас, ну, я вообще, в принципе, придерживаюсь позиции, что покупать надо то, с чем можно потом остаться на всю жизнь в руках, вот, покупать надо, исходя из фундаментальной недооцененности, и, как говорит Баффет, лучше купить хорошую компанию за справедливые деньги, чем плохую компанию дешево, ну, как-то так вот в переводе, вот, ну, то есть, лучше все-таки приобретать хорошие активы, и там, и свой портфель, и мы... Ну, хорошие, опять, не с точки зрения цены рыночной, а с точки зрения фундамента. Конечно, конечно, да. Так, а чем этот хороший актив, вот, с точки зрения фундамента, может быть, чем выбор этот будет обусловлен у тебя? Исключительно фундаментальный показатель. Ну, например, что это? Отчетность какая-то сезонная, или что там? Отчетность перспективы сектора того или иного, там, в конце концов, фундаментальная стоимость компании, которая, вот, в соотношении фундаментальной стоимости и того, за сколько можно на рынке сейчас ее купить, вот, исходя из этих. Ну, исходя из этих, я так понимаю, что подавляющее большинство, ну, как минимум, фишек наших голубых, они сейчас... Они, да. Да, дешевые, да, что называется? Перспективные для покупки. Перспективные для покупки. Отсюда вывод. Надо срочно брать? Можно брать. Прямо сейчас по текущим. Вот, в частности, Газпром сейчас. 159 рублей. Берем? Можно. Все зависит. В покупке акций важно понимать, насколько ты хочешь с ними остаться в портфеле. Надолго. То есть, если инвестиционный темперамент инвестора, он такой, очень нервный, вот, то, конечно, покупать на таком росте, ну, наверное, не имеет смысла. То есть, правильнее было бы подождать, там, когда все будет красным и покупать, когда все красным. То есть, подешевле. Конечно. Но если инвестиционный горизонт измеряется, там, годами, а в лучшем случае, десятилетиями, то, конечно, все это надо покупать. В противовес, ну, то есть, альтернатива какая? Отнести в банк, положить под 1% годовых в долларах, лучше купить что-то другое, наверное. Ну, то есть, в этом случае, да, срабатывает вот это, так сказать, стандарты инвестиционной идеи, да? Я сейчас беру, и даже если бы это будет через какое-то время дешевле, то рано или поздно все равно это будет дороже. Конечно, конечно. Согласен ты? Да, я думаю, что здесь, как бы, может быть, два критерия. Первый – это фундаментальная стоимость, то есть, фундаментальная недооценка и внутренняя стоимость, которую рынок еще пока недооценивает. Ну, вот тут был упомянут «Газпром», действительно, по фундаментальным показателям, по мультипликаторам он крайне дешев. Даже на этих уровнях, да? Конечно. Да, да. Показатель цена к прибыли, там, ниже трех. Вот. Но в то же время можно посмотреть на те бумаги, которые за последние, с начала года упали больше всех, именно по которым не настолько очевидна ситуация, именно с фундаментальной точки зрения. Может быть, этим и объясняется такой отскок в бумагах ФСК, холдингам, РСК, где мы видим, как бы, определенные, скажем так, вопросы у инвесторов по будущему этих компаний. То есть, как раз вот эта фундаментальная составляющая вызывает вопросы, да? А текущая конъюнктура рынка, что называют, тем не менее, позволяет покупать. Ну, фундаментально тоже, что, значит, электричеством пользоваться в России не перестанут. Ну, я думаю, что... Это я имею в виду именно структура. Я бы так сказал, я надеюсь на это. Хотя свечи я уже закупаю потихонечку. Извините, продолжай. Не все так плохо, конечно, зачем. Нет, именно в организационной структуре как будет выглядеть, в этом есть как бы вопрос. То есть, это реорганизация, да, внутри отрасли, она до сих пор непонятна еще, чего там как. Да, это, собственно говоря, было фактором риска, инвесторы продавали на этом, и мы видели рынки этих акций существенно перепроданы. На этом, в общем-то, идет покупка, хотя основной вопрос, как бы, пока что неопределенность. Он открыт, да, вот эта перспектива роста, насколько они... Какова будет структура отрасли, организационная структура, сектора, сетевого... Ну, стоит предположить, что когда этот вопрос решится, да, то тогда, собственно, может быть взлет. Уже будет пора продавать. Уже будет поздно покупать. Поговорим об этом чуть позже, небольшая пауза. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Все, что вы только что слышали, это чистая правда, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на российском финансовом, ну, уже мы более конкретно говорим, на отечественном фондовом рынке. В гостях у меня Иван Кабулаев, управляющий директор Инвесткафе, и Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ОАО инвестиционной компании «Русинвест». Добрый вечер, коллеги. Уважаемые слушатели, я напоминаю вам, что у вас есть возможность задать вопросы и получить, если хотите, торговые рекомендации от моих гостей, позвонив по телефону в студию 6510-996, либо свой вопрос написать на сайте финам.фм. А также напоминаю мою просьбу к вам, уважаемые слушатели. Мне бы хотелось услышать ваше мнение, с чем связан рост, краткосрочный рост на отечественных площадках сегодня, ну и укрепление рубля против доллара. Кстати, может быть, давайте начнем с этого, да? Валютный рынок, ну, в его отечественной части, в рублевой части, может быть, он не совсем рынок все же, да? Ну уж ладно, ну уж ладно. Нет, ну, вполне серый рынок функции от цены на нефть, от американской цены на нефть, практически 100%, с исключением того, что ЦБ, на что вы намекаете, судя по всему, влияет скорее на то, с каким лагом влияет цена на нефть. Ну, согласен, да, хотя намекаю на то, что ЦБ, ну, как лаг, не лаг, но управляет, да, в какой-то степени, регулирует же курс, да. Хотя, с другой стороны, можно говорить, что любой центральный банк, да, когда уже вот так вот его подперло, что называется, он также выходит, да, на межбанк и начинает там что-то пытаться. Ну, ладно, это нормально, принимаются ваши в мой адрес упреки. Давайте поговорим о том, что происходит сегодня на отечественном рынке, рублевом рынке, рубль укрепляется. Вчера, кстати, ну, давайте с пятницы начнем, да, мы видели укрепление рубля в пятницу, сильное закрытие, опять-таки все связано с внешними факторами, прежде всего и с ценами на нефть. Потом вчера был отскок в другую сторону, и сегодня опять мы видим укрепление. Сейчас я даже посмотрю, сейчас я даже посмотрю. Так, чего тут у нас? Нет, не посмотрю. Ну, в любом случае, ЦБ приказал рублю на завтра быть 32.47, вот так он ему приказал. Вчера этот приказ был чуть выше, 32.52. Ну, а если смотреть все-таки на рыночный, да, у меня нет возможности сейчас посмотреть, 32.25. Да, сегодня минимум был дневной, 32.25. Сейчас, 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 32.24.94, если верить Блумбергу. Нет, Блумбергу, Блумберг, парень, он практически никогда не врет, ему надо верить. Ну, так вот, смотрите, насколько волатильное движение сегодня, чем это обусловлено, Ваня, расскажи, пожалуйста. Я считаю, что нефтью в первую очередь. Нефтью в первую очередь. Да, ну и в пятницу был последний торговый день квартала, все-таки, возможно, там, крупные участники, а крупные участники у нас на рынке, это банки в первую очередь, они, возможно, влияли как-то на этот курс. Но я думаю, что, скорее, там, влияние незначительное было. Нефть. То есть, в основном нефть, да? Конечно. А если можно, ну, ты уж прости меня, пожалуйста, я пытаюсь, по-школярски, а как вот технически, что такое нефть? Нефть растет, и почему рубль укрепляется? Нефть, трейдеры смотрят за нефтью и, основываясь на своих моделях, совершают те или иные сделки. Там, укрепляют позицию или ослабевают и уходят, там, и так далее. Ну, играет против или... Я понял. Ну, хорошо, это, с точки зрения, вот, игрока рынка, что называется, да, активного участника. А с фундаментальной точки зрения, ведь есть же связь, прямая связь, да, корреляция, так называемая, в данном случае, прямая она. Рост нефти приводит к росту рубля, ну, или, наоборот, рост рубля к росту нефти, нет? Нет, нефть первичная. Нефть первичная. Конечно. Ну, российская экономика, это не очень большая экономика в мировом. Ну, вот, с фундаментальной точки зрения, да, как это, вот, это осуществляется? Растут цены на нефть? Растут цены на нефть, доходы бюджета растут, ну, точнее, в данном случае сейчас снижается бюджетный дефицит. Ну, соответственно, это влияет на то, как, есть ли потребность ослабевать рубль со стороны ЦБ. Ну, то есть, чтобы выполнить социальные обязательства государству, нужны рубли именно, доллары ему не нужны. И она может либо, условно говоря, больше рублей, обменять их на меньшее количество долларов, либо наоборот. Либо наоборот, вот. И вот, как бы, с фундаментальной точки зрения, вот, люди, вот, там, условно говоря, те трейдеры или работники дилингов банков, они, вот, ориентируются именно на это. То есть, я правильно понимаю, смотри, значит, выручка валютная растет, да, если цена на нефть растет, выручка валютная растет, и, ну, там, центральный банк или участники рынка нефтяного, да, или банки коммерческие, они все активнее меняют доллары на рубли, ну, по понятным причинам. Ну, и отсюда, так это получается? Ну, да, грубо говоря, да. Ну, мы видели в первом квартале, допустим, когда у нас рубль укреплялся активно, мы видели рекордные данные по положительному сальдо, торговый баланс в России, около 20 миллиардов долларов, такого никогда не было в месяц. Вот, и на этом фоне мы увидели резкое укрепление рубля. Потом мы увидели, соответственно, на техническом факторе падение цен на нефть, мы увидели также резкое бесценение рубля. Ну, если сравнивать текущий курс рубля к рублю, курс рубля на конец прошлого года, мы видим, что изменение небольшое, там, 3-4 процента. То есть, в пределах разумного, что называется, да, мы все время говорим, что рубль волатилен против доллара, ну, действительно, он может за короткий промежуток времени просто показать там какие-то головокружительные абсолютно движения. А если говорить на больший временной перелет, да, получается, что он не такой уж и спокойный парень-то, на самом деле, зря мы на него все время гоним. Правильно, нет? Ну, почему? Все-таки он неспокойный парень. Спокойный парень, да. Когда-то доллар стоил, там, 28,90. Это когда когда-то? 28,50, ну, полгода назад, там, ну, что-то типа того. Не, просто я вспомнил, что мы две недели назад вспоминали курс рубля к доллару. Шесть рублей? Нет, в Советском Союзе 60. А, 60 копеек, это был государственный курс. Тогда не было рыночной экономики, нельзя было конвертировать. Ну, понятно. У нас есть вопрос, давайте послушаем нашего слушателя и, соответственно, попытаемся на него ответить. Сергей, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Меня зовут Сергей, я из Москвы. Я, к сожалению, не специалист, не экономист. Возможно, мой вопрос будет несколько наивным. Это нормально, нормально говорить. Да, мне интересно и, возможно, интересным будет еще кому-то. Так вот, вопрос такой, почему, как бы, наше государство не продает нефть за рубль? Не продает, а, я понял, не продает нефть на внешних рынках за рубль, правильно? Да, да, да. Спасибо, Сергей, вопрос понятен. Вань, давайте. Ну, все очень легко. Нефть у нас, вообще, государство у нас нефть не продает. Продает компания определенная, которая вытаскивает нефть из земли. А вытащив ее, они ее продают международным, в первую очередь, трейдерам. А цена в контрактах привязана к той или иной валюте, к тому или иному биржевому показателю. Обычно там берется некий усредненный. Ну, нефть сложно физически продать там за одну секунду, а фьючерс на нефть можно купить или продать за одну секунду. Поэтому берется за определенное количество времени средний показатель. И в связи с тем, что основные потребители российской нефти находятся за пределами Российской Федерации, и основная площадка, на которой определяется цена на нефть, находится за пределами Российской Федерации, поэтому все определяется в долларах. Ну, то есть, если позволишь, да, я попытаюсь просто попроще сказать, да, как я понимаю это. Ты как профессионал. Сереж, это я вот обращаюсь сейчас к нашему слушателю. Все дело в том, что магазин, в котором продается нефть, находится за пределами Российской Федерации. А в этом магазине ценники долларовые. И мы, как поставщики товаров под названием нефть, да, ну, в Ашан в тот же самый какой-нибудь вы ходите, там поставщики со всего мира, они привозят товар. А продают они за ту валюту, которую назначает директор магазина. Ну, вот если, да, Вань, можно так сформулировать? Да, согласен. Вот, собственно, весь ответ на этот вопрос. Хотя, насколько я помню, неоднократно, ну, может быть, хорошо, несколько раз, как минимум, за пару лет, слышались предложения, мнения нашего руководства о том, что неплохо ли, да, неплохо бы сделать уже, в конце концов, доколе, да, вот доколе. Чего же мы все время подстраиваемся там под этих, значит, капиталистов. Давайте у нас придумаем, будем за рубли продавать. Но, увы, Дим, почему-то это никак не случится, да, как ты думаешь? Ну, идеи такие, слышал ты, по крайней мере. Ну, они периодически обсуждаются, даже вот на Чикагской бирже рубль там торгуется вроде. Вот, но на сегодняшний день за рубежом рубль не конвертирован. Вот, вот, вот это главное. Продажа. Что с этими рублями делать потом? Это ты меня сейчас спрашиваешь? Да, да. Ну, это нормально, это, наверное, эти, как они называются, капиталисты, да, будут мучиться этим вопросом. Ну, да. Что с этим рублями делать? Мы-то найдем ему применение. Ну, ладно, значит, спасибо за ответ, собственно, все понятно. Продолжим наш разговор. Я хочу вас обратить на рынок сырьевой. Очень меня интересует, ну, поскольку мы о нефти уже заговорили, и интересует меня очень драгоценный и промышленный, ну, драгоценный, понятно, почему. Потому что моя любимая девушка очень любит золото. Нам бриллиант надо. Это неожиданно прозвучало, я надеюсь, да, сейчас никто не ожидал этого. Боже мой, вы можете меня спросить, как, неужели у тебя девушка, которая любит золото, это как непривычно это звучит, да. Поэтому цена на него меня очень интересует, да. Я хотел бы у вас сейчас, как у профессионалов, о тенденциях об этом поговорить. Ну, давайте начнем теперь с промышленных металлов. Вань, чуть выше ты говорил о, с фундаментальной точки зрения, с мировой, да, фундаментальной точки зрения, о том, что многое завязано на Китае. И в частности, цены на промышленные металлы, да, как основа, да, сырьевого рынка, вот она, эта связь есть. В чем она, объясни, пожалуйста. Китай, это крупнейший потребитель, наверное, сейчас уже всех вообще металлов, которые используются. Потребитель всего, я бы даже сказал. Наверное, всего, да. Крупнейший потребитель всего. И поэтому, то есть, если в Китае, условно говоря, производится больше продукции, которые используются, в производстве которых используются металлы, значит, все хорошо, спрос растет, цена растет. А если меньше, то все плохо, соответственно. Ну, а в системе, что рынки живут ожиданиями, они закладывают там большой горизонт, эти свои прогнозы по употреблению. Ну, плюс с металлами есть одна особенность, там нет опека, которая есть в нефти, да. Ну, опека, это, бог с ним, как он называется, это некий регулятор, да? Да, некий регулятор, который может именно производство ресурса увеличить или уменьшить. Причем очень... Квоты эти, да, ввести. Да, 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 квоты, квотами регулировать как-то, да и физически можно поставлять больше нефти. А с металлами сложнее с этим дело обстоит. Поэтому, вот, собственно, металл это функция, по большому счету, от спроса, от роста в Китае. Да, от Китайской. Ну, и вот, Дим, последняя макроэкономика, о чем говорит, как там себя чувствует Китай-то? На что нам рассчитывать? Я имею в виду, последняя статистика, неправильно выразиться, да, последняя статистика. Ну, статистика говорит о замедлении темпов роста. Все же. Но роста. Но роста. Да. Замедление темпов роста. И, собственно, на этом мы видим, что цены на металлы, они, в общем-то, если сравнить с началом года, они, в общем-то, не сильно по большинству промышленных особенно изменились. Там небольшой минус мы видим по никелю и по ладию, где-то в пределах 10%, но в целом золото, серебро, золото, как инвестиционный материал, серебро, как промышленный, мы видим небольшое изменение в пределах 5%. Да, да, действительно. Да, я согласен с тем, что Китай, безусловно, это один из главных факторов, который влияет на цены на металл. Кроме того, здесь также стоит отметить и спекулятивную составляющую. Рост спроса на рисковые активы, которые мы наблюдаем сейчас, в то же время, неизбежно приведет к тому, что спрос на металлы также будет расти. Если можно уточни, пожалуйста, рисковые активы – это кто? Рисковые активы, это фондовые активы. То есть акции прежде всего, да? Акции, в том числе фьючерсы на сырьевые товары. Спрос на них, безусловно, будет расти. То есть в этом контексте, вот слово рисковые, да, я хочу просто опять понять, ну и, может быть, понятнее будет слушателям нашим. В этом контексте риск – это то, на чем можно заработать, да, как минимум даже в краткосрочной перспективе. Вот этим определяется понятие «рисковые», да? Да, на которых можно больше заработать при хорошем стечении обстоятельств. Причем обстоятельства опять стекаются с точки зрения вот этой вот фундаментальной составляющей, да, мировой. Когда она хороша, эта составляющая, то есть мы показываем, Китай растет, да, Штаты восстанавливаются, Европа там забыла о кризисе. Я прошу прощения, очень интересная тема, и у нас есть звонок. Игорь, мы вас слышим, я вас вижу, но зададите вы после паузы, да, поговорим чуть позже. Еще раз добрый вечер всем, уважаемые слушатели Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем ситуацию на российском фондовом рынке. Сразу же я начну со звонка, потому что, Игорь, все новости ждал этой возможности. Давайте послушаем, Игорь, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, Москва, Игорь. Вот у меня такой вопрос, вот в связи, вот вы говорили там металлы, валюты. А вот вообще как-то вот ЗВР, золотовалютные резервы, стран интересуют, интересно, вот Китай, там Индия, там, ну, БРИКС, и вот они как-то сейчас трансформируются. Если трансформируются, то в чью пользу и как, если можно? Игорь, извините, что такое трансформируются? Ну, допустим, соотношение валют. Ну, вот у нас, допустим, золотовалютные резервы, они складываются из золота. Понятно, понятно, то есть какое количество, да, каждого актива в портфеле? Да, 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 особенно развивающихся стран. Спасибо, Игорь, спасибо, мы поняли. Вань, начнешь? Да. Трансформируются золотовалютные резервы? Ну, если я правильно понял вопрос, то он заключается в том, что будет с золотовалютными резервами с точки зрения структуры, да? Да, да, я думаю, что так. Ну, или что-то происходит, может, с этой структурой, да, ведь известно, что кто там определяет состав этого портфеля, да, инвестиционного уровня? В каждой стране по-своему. В каждой стране, да, по-своему, то есть такое количество в этом будем держать, такое в этом, а потом что-то произошло в мире, да, ну, наверное, в экономиках, в макроэкономике. И говорят, надо слушать отсюда, ну, простой пример, наверное, вот европейские, да, сейчас, секунду. Европейские проблемы повлияли на то, что многие из европейских активов начали перекладываться, да? Вот я думаю об этом. Я думаю, что тут надо, в первую очередь, смотреть на то, что будет в Китае, он как одна из крупнейших экономик мира и от самых быстрорастущих, он очень сильно это влияет, потому что у них есть четкая завязка на доллар. То есть, если Китай вдруг уходит из доллара, то доллар уже там начинает, ну, там, американская экономика начинает себя плохо чувствовать. Безусловно, а завязка это в чем? В чем она завязка? То есть, либо Китай покупает облигации американские, либо не покупает, условно. Ну, то есть, завязка именно в облигации, да, как известно у Китая, самое большое количество, да, долговых обязательств Соединенных Штатов Америки в этом дело. Конечно, да. То есть, американцы должны Китаю просто... Да, очень много. Очень много. И тут, как раз, это вот я Игорю тоже адресую, да, тут возможности у Китая почти нет для маневра-то. Он перекладываться из долларов не может, потому что он просто рынок разрушит. Ну, тут это вообще фундаментальная проблема зооволютных резервов вообще всех стран, потому что в мире не так много других... Альтернатив. Альтернатив вообще нет, а других вариантов как-то поведения, их тоже немного. Они где-то политические проблемы есть, которые не позволяют полностью там уйти из какой-то... Извини, пожалуйста, причем я вот периодически, ну, возникает ситуация, да, Соединенные Штаты Америки, крупнейшие экономики, понятно, но у них гигантский государственный долг, да, и вот проблемы связаны с этим. Доллар, значит, ну, периодически тоже возникает, давайте доллар, как резервная валюта, поменяем его на что-то, придумаем что-то другое. И вот эти разговоры, 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 и при этом, и в процессе этих разговоров, и до, и после, все, тем не менее, активно покупают американские аппликации. Потому что действительно, да, Дима, по большому счету, альтернативы-то нет. Ну, да, альтернативы, наверное, для таких стран, как Китай, Таймань, которые обладают гигантскими резервами, действительно нет. Вот, но если их брать по структуре, то, скажем, в европейские страны, развитые, наиболее крупные, значительная доля золотовалютных резервов в золоте. — Физическую золотую 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 В России, в Китае это наибольшая доля, это в облигациях надежных стран. Ну то бишь, ну да. Насколько вот эта структура будет меняться в зависимости от тех изменений, которые сейчас происходят на валютных рынках, на рынке товарных рынках. Цена на золото показывает наибольший рост в долгосрочной перспективе, как наиболее, несмотря на то, что это, казалось бы, защитный актив, тем не менее, с точки зрения доходности за период 20 лет, известно, что это наиболее доходный актив. То есть как вот это будет влиять на расклад сил и насколько это будет влиять на изменение подходов стран в формировании золотокольных резервов. Это, по-моему, вопрос открытый, в принципе, слушатель достаточно интересный вопрос открыл. Ну и потом, да, очевидно, что действительно структура пересматривается периодически, да, зависит эта структура непосредственно от состояния экономики. Да, я думаю, что те, кто отвечает за структуру этого золотовалютного портфеля, они смотрят, насколько вот этот актив, да, сейчас выгоднее, чем этот актив. И если все говорит в пользу того, что надо переложиться, значит, переложатся, я думаю, какая проблема есть. Ну, кстати говоря, я вот добавлю, что одним из факторов поддержки роста цен на золото, да, многие считают снижение доли золота в золотонародных резервах Китая и Тайваня. Не исторически, они упали там в два раза за последние 10 лет, и это считается, что как фактор того, что Китай рано или поздно будет все-таки наращивать свою долю. И это, естественно, поддержит, да, цены на золото. Несмотря на вот возможную тенденцию укрепления в некой среднесрочной перспективе курса доллара к основным валютам. Отлично. Еще один вопрос пришел к нам на сайт, автор его Николай. Вопрос короткий. Как распределить сейчас, я так понимаю, акцент на это, бивалютную корзину? Ну, то есть мы традиционно говорили, да, ну, наверное, речь идет не о бивалютной корзине нашего центрального банка, да, а о нашей личной бивалютной корзине. Хотя, говоря о корзине, мы обычно, да, ну, наверняка, да, Ваня, отвечал на вопрос, а в чем хранить сбережение? Наверное, все-таки имеется в виду три валютные корзины, потому что вряд ли человек хочет полностью в две валюты, одна из которых явно рубль, потому что от рубля это в России тяжело уйти, чистотехнически. Если распределять по трем валютам, то я бы, наверное, процентов сейчас 40 положил в доллар, 40 в рубль и процентов 20 в евро. Оставил такие? Оставил бы в евро, да. Хотя лично для себя я эту проблему давно решил, у меня практически нет евровых активов. Ага, а что ж это такое не нравится? А почему ты советуешь Николаю тогда? Ну, у каждого свой взгляд. У меня чуть более пессимистичный, я не уверен, что он там автоматически взвешен, этот взгляд, и там абсолютно идеален. Вот они, эти самые аналитики, мне нравятся. Тут еще всегда каждый для себя должен решать вопрос, что значит распределить активы. Если под подушкой деньги храните, история одна, а другая история, если эти активы должны быть куда-то вложены. В российский фондовый рынок можно вложить рубли, ну, если делать все доступным для обычного рядового гражданина способом. То есть открывает брокерский счет, да, и вперед. И туда только рубли можно отнести, чисто технически. Вот, а евро, например, что с ними сделать простому гражданину, не очень понятно. Не очень понятно. Вот, а я депозиты дают по евро 1%, 2, 3, ну, в хорошем банке больше чуть-чуть. Твой вариант, Дима, твой вариант. Ну, я бы... Я прошу прощения, все-таки речь, наверное, идет о сохранении, да. У человека есть некие активы, он их держит под подушкой, потом, значит, он проснулся с утра и говорит, под подушкой не очень правильно. Дай-ка я их вот каким-то образом инвестирую, да. Ну, наверное, мы говорим о банковском депозите прежде всего. Какие твои варианты? Ну, я бы в долгосрочной перспективе все-таки советовал также, исходя из некой неопределенности того, все-таки, какова будет стоимость в целом денег по отношению к реальным каким-то активам. Поскольку это вопрос, все-таки, с моей точки зрения, очень неопределенный. Может быть, вариант, когда, скажем, доллар будет более сильной валютой в перспективе 1, 2, 3 года, и тогда его долю надо будет. Но могут быть варианты, когда, наоборот, стоимость денег будет так же снижаться, как она снижалась последние, там, 10 лет. То есть, исходя из этого, я бы рекомендовал, наверное, поделить, как это, просто на три части. Взять и поделить, да, да, это я помню. На три части. Ну, и как они выглядят, эти три части? Треть рублей, треть евро, треть доллара. Ну, и тем не менее, коллеги, заметьте, да, ну, понятно, что мы говорим о некой B3-валютной корзине, а все же, чуть раньше, да, Дима, ты говорил так с пафосом, я с тобой согласен, о некой идеальной ценности золота, как валюты инвестирования, сохранения, там, или приумножить. Вот, посоветовать нашему слушателю часть своих сбережений отнести в золото, нет? Нет такого? Золото, смотря какое золото. Ну, вот тоже варианты, конечно. У нас, к сожалению, в России есть НДС на золото для всех. Для физлицов, да. Да, ну, физлицов просто не может его никуда зачесть потом, и для него это реально проблема. Это проблема, да. То есть, покупая золото, ну, вот... Физическое золото, физическое золото, да. Ты попадаешь сразу на... Да, переплачиваешь немножко. Переплачиваешь. Вот, и эта комиссия, она, на самом деле, убивает для большинства людей ценность именно физического золота. А вкладывать в какие-то производные от золота, там, фьючерсы или еще какие-то бумаги, ну, это... Не очень правильно, да? Нет, это просто на... Вступая на эту территорию, надо знать правила игры на этой территории. Это не то же самое, что купить слиток и положить его дома. Да, и не то же самое, что открыть банковский депозит. Да, абсолютно тоже. Это уже некая профессия. Дима, ты как думаешь? Да, я согласен. С точки зрения, скажем, ценности сбережения, один из критериев, это не только ценность и рост или снижение стоимости, но и такой фактор, как ликвидность. Да. И ликвидность, безусловно, представляют только денежные средства, поскольку есть, конечно, инструменты, и, так сказать, на металлы и различные банковские продукты на это. Вот, но тем не менее, все-таки лучше держать, как бы, ближе, как называется, себе. Палец на курке. На курке палец. Ну да, я с вами соглашусь, да, именно проблема отсутствия ликвидности, вот, с точки зрения, да, физического воплощения не позволяет, да, нам рассматривать золото как инвестиционный инструмент, хотя логика в этом есть. И это очевидно, логика в этом есть. Так, хорошо, ну давайте продолжим. Значит, у нас с вами время, ну, если позволите, подвести некие итоги, подвести некие итоги. Я сейчас еще раз бегло прокомментирую ситуацию на рынках в целом, которая складывается уже на окончании нашей программы. Вот, ну, отечественные индексы закрылись, также они, да, показали замечательный прирост. Американцы все-таки далеко не уходят вверх, так и держатся в пределах 0,3%. Вот, нефть выше 100, ну, на сегодня... По бренду. По бренду, да, по бренду. На нынешний момент закрепилась все же. Вот, ну и евро-доллар вокруг 26 фигуры ходит. В общем, будем говорить о том, что очевиден некий оптимизм. На чем он основан, я надеюсь, мы сегодня эту тему обсудили, да, и, так сказать, причины эти нашли. Несколько, буквально по два слова. Какие рекомендации его, с точки зрения практических решений? Что делаем? Покупаем, продаем, ждем. Покупаем. Покупаем, Дима. Покупаем и очень долго ждем. И очень долго ждем, когда отрастет. Ну, на второе полугодие мы достаточно оптимистичны, у нас взгляд. В целом, мы считаем, что, по крайней мере, мы должны, ну, как наиболее вероятность сценария протестировать уровни максимальные, которые были в этом году. Это плюс 15%. Спасибо, спасибо огромное. Ну, что ж, я надеюсь, мои сегодняшние гости Иван Кабулаев и Дмитрий Беденков зарядили слушателей уважаемых моих оптимизмом. Я присоединяюсь к ним. Это программа «Сухой остаток». Я, Олег Дмитриев, всего хорошего, успехов на рынке.